Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы, престольным праздником нашего Святого Храма. Чему научает нас жизнь Пресвятой Богородицы? Очень многим добродетелям, но прежде всего – смирению. «Яко призре Господь на смирение, рабы свои я, себу отныне ублажат мя всероди», говорит сама Пресвятая Богородица в той песне, которую она воспела после того, как узнала о том, что от нее чудесным и неизреченным образом родится Спаситель мира. Казалось бы, какая связь между смирением и тем, что все последующие поколения будут называть Деву Марию блаженной? А связь самая прямая. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордыня человека – это самое главное препятствие на его пути к Богу. Именно из-за гордыни очень многие люди не находят свой путь к Богу. Они настолько ослеплены и упоены самими собой, они настолько счастливы своими собственными успехами, они так гордятся своими талантами и достижениями, что места для Бога в их жизни уже не остается. Таким людям кажется, что Бог и не нужен, потому что они, как они думают, всего достигли своими собственными талантами и трудами. Они забывают о том, что все их способности дарованы им Богом, что Бог дал им возможности эти свои таланты раскрыть, что Бог дал им, а не каким-то другим людям, благоприятные обстоятельства для того, чтобы они достигли того, чего достигли. Все свои успехи и достижения они приписывают самим себе. А смиренный человек, даже если чего-либо достиг в этой жизни, он никогда не будет ставить это в себе в заслугу. Он скажет, «Господь дал мне эти возможности, эти таланты, эти дары, эти средства, и я ими воспользовался». Смирение – это величайшая добродетель, которая открывает прямой путь к Богу. А гордыня – это величайший грех, который закрывает от человека дверь, ведущую в Царство Небесное. И каждый из нас призван, взирая на пример жизни Пресвятой Богородицы, учиться у нее смирению. Она ничего не ждала, ничего не искала, она не стремилась к славе, к успеху, но она была предызбрана Богом и стала сосудом, который вместил невместимого, который вместил самого Бога. Кто-то спросит, «А что первично – предызбрание или добродетель человека?» Мы спасаемся благодаря тому, что Бог нас заранее предызбрал или благодаря нашим делам. Святой апостол Павел отвечает, что Господь каких-то людей предызбрал, предуготовил к тому, чтобы они стали подобны Его Божественному Сыну. Но кто эти люди, мы не знаем. И сказать, что кто-то один предизбран, а другой нет, мы тоже не можем, потому что Бог хочет всем спастись. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А это значит, что каждый человек предизбран ко спасению. И это значит, что для каждого человека открыт путь, ведущий в Царство Небесное. Поэтому Божественное избрание первично, но не только в судьбе отдельных людей, а в судьбе каждого человека. Если бы Бог не благоволил, человек не родился бы. Если бы Богу не было угодно, человек не вырос бы и не стал бы взрослым и не достиг всего того, чего он достиг. Значит, Божественное избрание и Божественная благодать предшествует любым нашим трудам и заслугам. А от нас Господь ожидает не того, что мы будем все свои силы вкладывать в материальные приобретения, а того, что мы данные им таланты употребим для своей духовной пользы и для пользы наших ближних. А из всех добродетелей наиболее высоко ценится у Господа добродетель смирения. Не случайно 10 заповедей блаженства начинается именно с этого «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? А это те, кто не превозносятся, не гордятся, не ставят себе в заслугу свои добродетели. Это те, которые видят руку Божию во всех событиях своей жизни. Это те, которые благодарят Бога за все доброе, что происходит в их жизни. И не только за доброе, но и за те испытания и страдания, которые им посылаются. Потому что если Бог их посылает, то для нашей же пользы, для нашего возрастания в добре и для того, чтобы мы находили через это свой путь к Царствию Небесному. Чему учит нас кончина Пресвятой Богородицы? Той же самой добродетели смирения. Мы видим, как она смиренно преклонила свою голову, когда услышала от ангела Гавриила о том, что от нее родится Спаситель мира Христос. «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему», сказала она. И когда пришел час ее блаженной кончины, тот же самый ангел, согласно преданию церковному, возвестил ей об этом. И с тем же смирением, с той уже кротостью, она приняла эту весть и была вознесена вместе со Своей Душою в небесные селения. И на иконе Успения Пресвятой Богородицы мы видим ее уже усопшей, с закрытыми глазами, и мы видим, как сам Господь Иисус Христос, ее Божественный Сын, принимает ее душу, которая изображается на этой иконе в виде спеленатого младенца, что символизирует начало новой жизни. И не только для Пресвятой Богородицы, но и для каждого из нас. Наша жизнь на этой земле началась с того, что мы родились маленькими, беззащитными, что нас пеленала наша мать, что она нас воспитывала и вскармливала грудью, и постепенно в течение лет мы приходили в сознательный возраст и восходили от силы в силу. Но точно так же и будущая жизнь, она начнется с того, что человек придет туда без каких бы то ни было стяжаний, накопленных здесь на земле. Он перейдет туда таким же младенцем, какой душа Пресвятой Богородицы изображается на иконах Успения. И дальше начнется новая жизнь, как говорят нам святые отцы, и как учит Церковь, еще более прекрасная и блаженная, чем жизнь на этой земле. Вот почему для христианина смерть не трагедия, а переход в вечную жизнь, новое рождение. Вот почему и праздник отшествия из этого мира Пресвятой Богородицы является не траурным мероприятием, а именно праздником перехода из жизни земной в жизнь вечную, из жизни самой по себе прекрасной в жизнь еще более прекрасную. Будем молиться Пресвятой Богородице о том, чтобы и наша кончина была безболезненной, непостыдной, мирной, а чтобы в этой земной жизни мы стяжали самую главную добродетель, которая стоит во главе всех добродетелей, добродетель смирения, подражая в этом и Пресвятой Богородице, и самому Господу нашему Иисусу Христу, который, как сегодня напоминает нам святой апостол Павел, смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех, Господь!